В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алины Волчейской. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Алина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Благодарим вас, что нашли время в своем графике и пришли к нам в студию. Знаю, что очень много интересных новостей у вас есть. Давайте, наверное, начнем с того, что вы, как всегда, приехали в рамках региональной недели. И знаю, что провели уже несколько таких очень важных встреч. Это была встреча с нашими региональными депутатами и встреча с представителями активной молодежи. Расскажите поподробнее. Прежде я, Алина, хотел извиниться опять перед жителями Харуты. В прошлый раз я планировал туда слетать, но все-таки решил перестраховаться, не подвергать риску жителей Харуты. Потому что в Москве это у нас беда на самом деле. У нас депутаты переболели уже больше третьих депутатского корпуса, переболело. Тем не менее, мы продолжаем работу. Европейские парламенты практически все ушли на изоляцию. Мы работаем, поскольку практически с колес приходится принимать очень серьезные законы, поправки в законодательство с учетом той ситуации, которая в стране. Поэтому сегодня мы хотели по ВКС провести прием. Жители пришли в сельский совет. Мы начали общаться и опять все прекратилось. Поэтому я вот извиняюсь перед теми, кто пришел в сельский совет. Значит, у меня есть телефоны каждого, кто пришел. Я каждому позвоню и мы переговорим по тем вопросам, которые их волнуют и беспокоят. Поэтому обязательно свяжемся. Что касается встреч с молодежью, вы говорите, да, вот, наверное, это самое главное, что я бы хотел на этой оригинальной неделе. Почему? Потому что мы приняли в первом чтении проект федерального закона о молодежной политике в Российской Федерации. Это тот закон, который не принимался у нас десятилетия. Крайний документ, это при Ельцине еще, 93-й год, положение, там, нормативный правовый акт Верховного Совета по молодежной политике. Сколько они в насилие, он не принимался никому. Это не нужно было, по большому счету, видимо, молодежью заниматься, особенно при Ельцине. Сейчас, значит, документ этот вот в первом чтении появился. И очень важно, чтобы между первым и вторым чтением максимально вошли поправки от молодежи, как они видят этот закон. На самом деле, очень хороший проект. Я внимательно его изучил, почитал. Все делается для того, чтобы наша молодежь имела возможность работать, зарабатывать, рожать детей, приобретать жилье, чувствовать, передвигаться и чувствовать себя уверенно. К сожалению, сегодня в нормативных правовых актах только в намерениях это закреплено где-то. Все это изложено в первом чтении в проекте о молодежной политике. Но что меня волновало и беспокоило, и не устраивает в этом первом чтении, я буду обязательно там и поправки вносить, это то, что он в некоторой степени рамочный, модельный. И очень важно нам разделить полномочия между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, поселковыми советами. Потому что если мы сейчас опять дадим дополнительно полномочия регионам, а не подтвердим финансово, ничего хорошего из этого не выйдет. Мы опять дополнительно дадим нагрузку на регионы. Поэтому мы сейчас вот между первым и вторым чтением, во-первых, правительство должно дать все нам подзаконные акты к третьему чтению по этому проекту закона, чтобы мы уже видели, как будет распределение финансовых средств именно с федерального центра, какова поддержка будет регионам. Кроме того, вот мне понравилось, я пообщался уже с молодежью, и завтра или послезавтра у меня была встреча с общественной молодежной палатой при собрании депутатов. Но мне понравилась вот эта вчерашняя встреча, ребятам молодежь пришла с конкретными поправками, я не ожидал. Не ожидал, что они настолько будут подготовлены к обсуждению этого проекта закона. Они дали конкретные поправки, конкретную статью, с конкретной формулировкой. Я был приятно очень удивлен и поражен. Поэтому мы договорились, что они сейчас мне это все скинут. Я прилечу в Москву и подготовлю письменно информацию на профильный комитет, на разработчики этого закона, проекта, с тем, чтобы нам максимально учесть те предложения, которые дает молодежь Ненисского автономного округа. И дополнительно еще обсудим мы это все с молодежной палатой. То есть вот этот закон очень важный, очень нужный, но над ним, мне кажется, еще нужно работать и работать. Какие поправки, если не секрет? Стало интересно просто, что с поправкой? Вот, например, они очень интересную тему подняли по наставничеству. Говорят, вот в ваши времена было наставничество, это действительно так. В наше время, чтобы стать руководителем, даже самым небольшим руководителем, я пришел молодым специалистом в авиапредприятии. За мной был закреплен старший инженер, который меня, как слепого котенка, чуть не забудь все, о чему учили, вот оно что, меня по всем этим вопросам натаскивали, мы сдавали экзамены, и прежде чем мне стать, допустим, я сначала был там радиотехником, потом там инженером, старшим инженером, на каждую ступеньку я сдавал экзамены, по предметам конкретно, был уже готов к этой должности. А если речь идет не о радиоинженере, а речь идет вот по вопросам политики, там ЦК, там работали над, как у нас, обком, обком здесь партии был, да, вот я знаю комсомольские работники, такая направленность, общественная деятельность, там тоже наставники, и там еще и другие вопросы, психология, юридический профиль, все что угодно тебя готовили к жизни. И ты мог стать руководителем только в том случае, если ты досконально знаешь то, чем ты занимаешься, тебя проверяет, издаешь ты экзамены, если ты умеешь разговаривать с людьми, если ты нормальный человек с точки зрения подготовки по самым различным аспектам, то есть это была школа, вот надо отдать должное той партийной школе, которая была, это так. Сегодня у нас, к сожалению, этого нету, молодых ребят, они приходят устраиваться на работу, им говорят, у вас нет опыта работы, до свидания, а как он получит опыта работы, если его никуда не берут. Поэтому вот они подняли вот этот вопрос, что давайте мы вернем наставничество, чтобы мы пришли, пусть у нас нет опыта работы, но вы возьмите нас на работу, мы хотим работать и научите нас так, как это надо делать, а не просто отказывайте. Вот одно из направлений, очень хорошее, по возрасту проговорили, увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет, правильно они говорят. Сейчас пенсионный возраст увеличили, значит, молодежь 35 лет, мы чувствуем себя молодыми. Значит, правильно, давайте будем увеличивать, и такую поправку я внесу. 35 лет, другой вопрос, что нужно просчитать, и они, кстати, не я поднял эту проблему, а они, они понимают, что если мы увеличим возраст молодого человека до 35 лет, это дополнительная нагрузка на бюджет, в том числе и на региональный бюджет, это различные льготы, это все потянет за собой деньги, они сами поднимают эти вопросы, говорят, так, чтобы нам уберечь опять региональный бюджет, чтобы мы не подставили нашу здесь администрацию окружную, как они будут себя чувствовать, нужно ли поправки вносить в региональный бюджет, если примем мы вот эти поправки, увеличим возраст молодежи. Я думаю, что мы увеличим. Кроме того, они говорят, давайте мы введем понятие молодой специалист, тоже такого нету, там, молодой ученый. То есть, закрепить на законодательном уровне? Законодательно закрепить вот эти все понятия. Очень здорово, грамотно, толково, я в очередной раз удивился, у нас очень грамотная, замечательная молодежь. Ну, это да. Знаю, что вот, как вы заговорили о бюджете как раз, да, о том, что какие-то дополнительные нагрузки будут, знаю, что вы встречались с депутатами окружными, и как раз-таки обсуждали бюджет, да, приняли недавно федеральный бюджет. Очень сложный, я знаю, финансовый документ. Значит, я вам скажу, что такого бюджета еще не было. Ну, вот 4 года я в Государственной Думе, такого сложного бюджета не было. Впервые такие сложные обсуждения, причем в профильных комитетах мы все обсудили, наш комитет предметно, особенно касается Дальнего Востока, Арктики все это проговорили, внесли поправки от нашего комитета. Но что самое не будем, мы в цифры, в детали уже много писали и в газетах. Самое главное, на мой взгляд, это то, что все национальные цели, которые обозначены были президентом, все социальные обязательства государства, несмотря на острейшую нехватку денег, в бюджете учтены. Все будет выплачиваться. Почему мы когда и говорили, что наша большая фракция, пожеланий всегда очень много, увеличить несколько раз, и то, и другое, и третье, мы всегда очень с осторожностью к этому относимся, потому что легко повысить, легко закрепить законом, как потом реализовывать все это дело. Когда с учетом вот той ситуации, которая сейчас у нас происходит, тоже происходит с экономикой, тяжелейшая ситуация. У нас вообще такое вот испытание для нас, для всех, этот год, он високосный, испытание очень серьезное, испытание на нашу экономику, испытание, наверное, на каждую из нас, на наши нервы, видите, уже сдают эмоции, нервы. Что творится, видите, за границей, начинает закручивать гайки, да, ситуации. Люди выходят, вы нарушаете наши права. У нас же то же самое, у нас же то же самое, те же маски, значит, маски не носят, не хотят носить, не одевают их. Заставлять начинаешь, нарушаете вы наши права, идут возмущения, выступления, все что угодно. Поэтому здесь сбалансировать очень сложно, с людьми разговаривать тяжело. Вообще предлагаю вот те, кто маски не носит, те, кто так негативно к этому относится, просто и в красную зону, хотя бы показать, хотя бы показать, как люди болеют. Те, кто переболел, это тяжелейшее просто заболевание, чтобы они это увидели на самом деле, что происходит. И что происходит еще непонятно после излечения, какие воспаления и прочее. Вчера смотрел передачу, значит, через полгода человек уже здоров, а он потом начинает слепнуть, начинает слух пропадать. Никто толком ничего не знает. И такое пренебрежительное отношение, оно просто убивает вот так. Поэтому здесь очень важно, еще экономику надо выдержать в этой ситуации, вот это все сбалансировать. Но не только мы сохранили все обязательства социального государства, но и увеличили. На здравоохранение на 13% мы увеличили, особенно первичное звено по медицине, увеличиваем. Увеличили по образованию, строительство школ. Все сохранили у нас то, что бесплатное питание детей, то, что по 5 тысяч классный руководитель. Все льготы, которые у нас предусмотрены, в обязательном порядке все сохранено. И по ряду позиций еще идет усиление с тем, чтобы поддержать экономику. Особенно все, что связано с пандемией. Здесь мы дали право нашему правительству с колес практически принимать решение, где это необходимо. Там, где выпадают доходы, вот то, что по Ненецкому автономному округу у нас выпадение такое очень серьезное. По сути, 30% бюджета мы не увидели. А социалка у нас ведь очень серьезная. Где-то порядка уже 150 видов мер социальной поддержки. Для того, чтобы все это удержать, нужны деньги, а где их взять? Когда у нас нефть, вот сейчас, ладно, рост пошел, а до этого денег просто-напросто нет. И вот когда включился, прежде всего, конечно, Юрий Васильевич, губернатор, его команда, окружное собрание депутатов на Финну, я несколько писем писал в Министерство финансов, даже достаточно, наверное, эмоционально на комитете я задал вопрос заместителю министра финансов, прямо по Ненецкому автономному округу, сказал о том, что мы даем на уровень федерации 100 миллиардов по году, округ дает. И правильно, да, все это у нас поддерживаем Российскую Федерацию, мы это понимаем, и жители округа понимают, что нужны вооруженные силы, образование, армия, все это идет. Но когда нам тяжело, когда у нас нет денег на заработную плату, на социальные выплаты, вы нас поддержите? Нас чуть-чуть надо только сейчас поддержать, чтобы мы вот на ногах устояли. Мы потом вам опять поддержим вас. Поддержим вас, вы сейчас нас поддержите. Значит, он говорит, пусть ваш министр финансов выйдет на меня, переговорим и прочее. То есть вот такая командная работа, вот она очень неплохо пошла. В принципе, нас услышали, 1,7 миллиарда рублей мы получили, зарезервировали на следующий, на 2021 год, мы очень приличную сумму, очень приличную, для того, чтобы поддержать те регионы, которые сегодня не выдерживают вот с учетом цены на нефть. Это мы находимся в списке под номером чуть ли не один, вот тех субъектов, которые мы чувствовали себя уверенно, а сейчас мы оказались вот в такой ситуации. Но в целом, если там по бюджету мы сейчас посмотрели, вот мы с вами обсуждали до эфира, что по Арктике, да, вы там что-то хотели мне по стратегии. Да, по Арктике. Я знаю, что в прошлом году, да, было принято стратегии, или в этом? В этом. В этом, да. Все, у меня уже колец года. Начинаю путаться в датах. Президент принял стратегию по развитию арктической зоны до 2035 года. Я знаю, что в этом документе было очень много отражено каких-то глобальных проектов. Как вот сейчас будут ли они продвигаться? Есть ли деньги? И как вообще вот в этой отрасли делать? Тоже на профильном комитете я задавал этот вопрос мини-министерству и по Дальнему Востоку, по Арктике и министерству финансов. Та стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, которой президентом подписан указ, значит, ну, этого документа мы ждали очень долго, давно. Расписано все. От коренных народов до крупнейших инвестиций. Все есть отдельно по субъектам, по Нинецкому автономному округу, только реализовать сейчас нужно ее. Для того, чтобы нам реализовать, значит, для этого должен быть план правительства по реализации вот этой стратегии президента. Я задавал вопрос, хорошо, мы плана пока не видим, но он будет в самые ближайшие дни, нам представлен этот план. Но где деньги на 21-е, на 22-е, на 23-е годы по реализации стратегии? У нас они выделяют только 3,4 миллиарда рублей в целом по арктическим субъектам. Но это ни о чем практически. Та стратегия, у которой указ президента, те цели, задачи, которые там поставлены, 3,4 миллиарда, значит, это не разговор даже. Поэтому мы сейчас вот при обсуждении бюджета в третьем чтении отдельно подготовили постановление, в которое заложили то, что нужно будет при поступлении дополнительных средств. Они будут, сомнений никаких нет. Сейчас цена на нефть уже, видите, какая, отсечения у нас там 53, она сейчас пойдет. Деньги будут. Поэтому нам в первую очередь договорились, что как появляются деньги, мы, во-первых, их направляем на выравнение бюджетной обеспеченности, то, чтобы поддержать в том числе субъекты и Ненецкий автономный округ в том числе. Затем мы должны поддержать именно развитие Арктики, то, что стратегия. Мы должны поддержать государственную программу комплексного развития сельских территорий, то, что мы ее принимали, то, что здесь у нас инициатива выходила, наше окружное собрание, чтобы эта программа вообще по жизни была. Это развитие нашего села, 25% жителей Российской Федерации. Поэтому вот на эту программу они выделили в пять раз меньше средств, чем запланировано было по прошлому году, по плану. Поэтому финансирование, наша поправка комитета, они увеличили до 60 миллиардов. Но как только появляются деньги, они обещают, что эту программу они восстановят по комплексному развитию сельских территорий, то деньги тоже будут. По поддержке инвалидов, по городской среде, по дорожному строительству, по поддержке того же, поддержке медицине. Вот это поставлено задачи номер 1, 2, 3, 4, которые мы должны реализовать, поддержать регионы. Вчера с депутатами встречались, они говорят, по финансированию наших перелетов. По Дальнему Востоку, межрегиональные перевозки, субсидировать с федерального центра. И в том числе у нас. Стопчук Валерий Евгеньевич поднимал эту проблему. Мы сейчас приняли решение, что с учетом этой пандемии, по ковиду, они посмотрят, как идут перевозки, сколько нам нужно денег. И обещали буквально в первом квартале разобраться, посмотреть, нужны будут деньги. Обещали их туда обязательно добавить нам. Потому что, ну это, наверное, правильно. Потому что сейчас непонятно, люди стали летать гораздо меньше, самолет практически пустые. Хотя я вот летел, я вот летел, народу очень-очень много. У нас народу много летает, рейсов много ведь. И вот вчера было, я в воскресенье прилетел, народ летает. Поэтому вот здесь мы тоже запланировали, в том числе на региональные авиационные перевозки, дополнительное финансирование. То есть очень непростой бюджет, очень непростой. Много поправок в население. Около тысячи поправок в целом поступило. Около тысячи, ну приняли где-то порядка 600 поправок принято было. По самым различным аспектам, по самым различным. И по самым различным направлениям. Ну, поговорили о ковиде, поговорили о бюджете, о вашей региональной неделе. Вот мне почему-то очень хочется задать вам вопрос про... Сколько у нас? Почти полгода прошло с момента принятия новой конституции. И вот если возвращаться в Денинский округ, да, у нас не совсем такое было, ну протестное голосование, прямо скажем. И было очень много вопросов по 67-й статье Конституции о федеральных, федеративных территориях. Вот знаю, что первое уже создается. Называется эта территория Сириус. Можете что-то поподробнее рассказать и вообще объяснить, что это за федеративные территории? Потому что люди переживают, наверное, все-таки по этому вопросу. Ну, немножко успокоились уже, потому что я вот когда выходил на площади, когда народ собирался у нас в те недалекие, неспокойное время, и в основном вопросы были по этой 67-й статье в Конституции поправки о создании федеральных территорий. Я тогда пообещал жителям округа, что я разберусь, проконсультируюсь. То, что знал, я сказал, хотя там упрекнулись, что вот там не знает. Я на тот момент знал, о чем идет речь и четко им сказал. Но поскольку у них возникли опасения, я решил встретиться с разработчиками Конституции и поправок в Конституцию. Проговорил с ним детально по всеми по этому вопросу. Они еще раз меня заверили, что мы не волновались в этом плане. Речь не идет по объединению субъектов по федеральным территориям, поскольку мы не трогали даже ту главу Конституции, в которой идет порядок объединения субъектов. Это референдум одного субъекта, второго субъекта, кто должен проголосовать, другие за... Этого мы даже вообще не касались, поэтому они удивлены, что такие опасения возникли. Хотя внутренние где-то опасения и так были, что такое непонятно. Сейчас мы понимаем, да, вот не слыб первую поправку о том, о создании федеральной территории Сириус, это на территории Краснодарского края. На территории Краснодарского края, в Сочи, формируется огромный такой центр интеллектуальный, это молодежь наша. Школьники, ученики, наука, образование, искусство, спорт, по всем аспектам. Будет глава, будет свой глава. Будет у них, у нас собрание депутатов, там у них будет представительный, где госсовет, где законодательное собрание, будет свой представительный орган власти, будет свой бюджет. Они этот бюджет будут защищать на федеральном центре. Только не будет у них представителя в Совете Федерации, говорят, и в Государственной Думе депутата, будет общий. То есть это будет вот такое учреждение с финансированием, причем с финансированием именно с федерального центра в значительной степени. То есть это очень неплохо. Но жизнь покажет, что это такое получится. Но вот первый шаг у нас есть. Второй шаг, допустим, может быть, я допускаю, тем же федеральным, но северный морской путь, к примеру говоря, о котором мы много говорим, тоже может быть. Но речь не идет о каких-то объединениях территорий. И в целом, вы говорите, по Конституции полгода прошло, президентам внесено где-то 11 проектов законов по Конституции президентам. И мы планировали, что нам нужно внести изменения порядка сотни законов федеральных поправки. Но сейчас видим, что это будет не сто законов, а сотни законов, так как пошла работа. Президентские поправки, значит, они касаются, прежде всего, это о правительстве. Мы приняли закон, федеральный конституционный закон о правительстве, о государственном совете, о силовом блоке, о полномочении по правам человека, по федеральным территориям прошлись. То есть, весь спект вопросов по отторжению территории от Российской Федерации, то есть, весь спект вопросов, которые жители при поправках Конституции мы поддержали. Сейчас это все закрепляется в федеральных законах. Причем, в целом, я скажу, на мой взгляд, не углубляясь в каждый закон, я скажу, что мое впечатление субъективное, что идет укрепление власти, идет укрепление власти, выстраивается система власти, выстраивается президентская власть, и в то же время есть такой элемент народовластия, когда дают больше возможностей представительным органам власти, Государственной Думе, Совету Федерации, по назначению на конкретные должности, как у нас в Государственной Думе, правительство, председатель, заместитель и прочее. Здесь нам дают права, то есть, жители того или иного региона, она через своего представителя в Государственной Думе, там, в Совете Федерации, значит, решает вот эти вопросы. Кого, значит, утвердить, кого не утвердить, это решение вот через представительные органы власти. Вот в этой связи, я думаю, что мне кажется, все идет так, как должно быть в Российской Федерации. С учетом той ситуации, вы смотрите, что у нас происходит в нашем ближайшем окружении. Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Украина. По сути дела, все ближе, 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 ближе у нас идет, к сожалению, к Российской Федерации. К Российской Федерации. Смотрите, что по Днестровью сейчас происходит. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важно. Вот та система, которая выстраивается, на мой взгляд, она очень правильная. Очень правильная. История государства российского, тысячелетия, тысячелетняя история говорит о том, что система власти, она должна быть четко выстроена. Четко выстроена, не покушаясь на демократию, на какие-то нарушения прав человека и прочее. К примеру, вот по Государственному Совету мы приняли закон о Государственном Совете. Много было вопросов, что это такое, а зачем, вот вы покушаетесь на наши права, вы нарушаете принцип разделения властей на конституционную, законодательную, исполнительную власть, зачем он нужен. Ну, во-первых, он уже действует с 2000 года, Государственный Совет. Другой вопрос, что это был совещательный орган. Теперь мы уходим от совещательного органа, это будет конституционный государственный орган. Что мне импонирует? То, что туда зайдут губернаторы, руководители субъектов, туда зайдут представители, руководители парламентских партий, туда зайдет председатель Государственной Думы, и председатель Совета Федерации. То есть, площадка принятия решений, она расширяется. И то, что там будут губернаторы, это очень важно. Это значит, что власть будет слышать те территории, которые представляет тот или иной губернатор. И решения будут приниматься по тем болевым точкам, на госсовете, о которых будут озвучивать руководители той или иной партии и губернатор, тот, который представляет интерес того или иного региона. Что в этом плохого? Замечательно. Отлично. Что немножко мне так, тоже субъективная точка зрения, посмотрел, функционал госсовета, посмотрел, немножко есть дублирование. Чуть-чуть. Ну, условно говоря, полномочный представитель президента по северо-западу, по другим территориям. Функционал где-то немного... Но, я думаю, это тот случай, когда повторение молитвы становится только сильнее. Тут ничего такого страшного нет. Что касается, что мы нарушаем права, что разделения, ничего там подобного нет. Как была исполнительная, законодательная, судебная власть, все это будет, никаких покушений на них нет. То есть, все поправки, которые принимаются, особенно и по федеральным территориям, и по отторжению территорий, мы ввели административную ответственность, уголовную ответственность за попытки, призывы к отторжению территории от Российской Федерации. Абсолютно правильно и верно. Ну, мы понимаем, почему жители не поддержали, даже не будем об этом говорить. Почему нас это волнует и беспокоит? Потому что, к сожалению, в истории государства были случаи, когда личность многого я решала. Вот в данном случае один человек не должен решать отдать нам Курилы, не отдать нам Курилы, отдать ту или иную территорию. Даже попытки обсуждения этого вопроса, призывы к отторжению территории от Российской Федерации, они будут наказываться очень жестко. Не так жестко, как, допустим, в других государствах, но наказываться от административной до уголовной ответственности. И это, я считаю, что тоже правильно. Сергей Николаевич, осталось всего 3 минутки у нас эфирного времени. Всего 3 минуты осталось. Да, но вот не могу не спросить, знаю, что вы недавно вошли в Северный Совет от Федерального Собрания. Каратенчик, расскажите, пожалуйста, что за организация и чем она занимается? И что это даст главное нашим избирателям от Ненецкого округа? Это очень серьезная международная организация, там арктические государства. Сегодня развивать Арктику невозможно без учета мнения того или иного государства наших соседей. Это очень важно. И вот на этой площадке принимается именно решение касаясь международных отношений между арктическими государствами. Они показывают пример в этом плане общения. Мы много общаемся, мы смотрим друг в друга в глаза, поднимаем самые острые проблемы, стараемся их решать. И даже когда был форум территория диалога в Архангельске, президенты трех государств России, Исландии и Финляндии сказали о том, что вот так надо сотрудничать в Арктике. А президент Исландии даже вывел формулу, почему у нас все получается. Потому что мы северяне, мы любим тепло, у нас горячие сердца, и мы по-другому смотрим на все вот эти отношения. Люди северные, они ценят тепло, тепло взаимоотношений. Это формула президента Исландии. Поэтому это очень ответственное направление. Мне поручили возглавить делегацию от Государственной Думы представлять вот на этом форуме. Значит, буду пытаться, стараться оправдать доверие, которое мне оказали жители округа и Совет Государственной Думы. Сергей Николаевич, знаю, что вот по обращениям хотела поговорить, но времени очень мало осталось. Знаю, что одно из самых частых обращений это как раз таки проезд пенсионеров к месту отдыха. Вот удалось ли что-то по этому вопросу решить? Да, нам с вами опять ничего не удалось обсудить. Мы планировали, обсудили, наверное, процентов только 10 от того, что хотели обсудить. Да, действительно, обращений очень много. Говорили о том, что мы неработающим пенсионерам до границы не оплачивали. Нужно было идти в суды, добиваться в судах. В прошлый раз мы с вами говорили, что мы внесли этот проект закона. Я докладываю, что мы его приняли в первом чтении. Более того, внесли поправки между первым и вторым чтением. Одна поправка касается бесплатно не только до границы, неработающий пенсионер один раз в два года может ездить, а по территории Белоруссии. Поскольку это нам выгодно, хорошо, там недорогое лечение, качественное лечение, и это наше союзное государство. И второе, это проезд на личном автомобильном транспорте, что право было выбора. Значит, мы это обсудили, поправки внесли, правительство взяло паузу, не готово, она нам была ответить сразу, нам говорит, надо все просчитать, и будем это обсуждать, работать с правительством по нашим поправкам. Мы надеемся, что в самое ближайшее время, до конца года, мы этот закон примем в окончании чтения и с поправками, без поправок я вам готов буду доложить уже в декабре месяце. Кроме этого, много поручений. Вот депутаты у меня вчера, когда мы встречались, они на прошлой встрече мне давали рад поручений, нужно было расширить перечень наших уважаемых сельхозработников, доплата жителям села к пенсии. Там ряд категорий не попало, колхозники не попали. Чурсанов Александр Павлович задавал мне этот вопрос. Внесли изменения в постановление правительства, сейчас перечень расширили, наши многие колхозники в селах сейчас получают доплату как жители села по страховым взносам, уменьшили страховые взносы Наталья Александровна Кордакова задавала, все это тоже порешали. Остапчук Валерий Евгеньевич бьется за авиацию, за нашу родную. У меня вопросы были по покупке вертолетов, лизинг. Сейчас 4 вертолета приобрели, предприятие держится, несмотря на пандемию. Вот я думаю, нам надо посмотреть, сейчас мониторить наше предприятие, подсели они, это очень нужное и важное направление. Поэтому много идет и письменных обращений, и устных обращений, и по телефону, и по телефону. Все отрабатываем, что получается, дай бог, иногда не всегда все удается сразу, нужно время. И время, к сожалению, длительное для того, чтобы пришить на федеральном уровне. Сергей Николаевич, закончилось наше время, да, эфирное, к сожалению. Знаю, что вы будете в конце декабря еще в Ненецком округе, также в рамках региональной недели, поэтому приглашаем вас на итоговое интервью, будем подводить итоги года, там у нас будет времени, я думаю, побольше, чем 30 минут, поэтому то, что мы сегодня с вами не успели обсудить, обсудим уже тогда в конце декабря. Все, вам большое спасибо, значит, я всегда с удовольствием к вам иду на эту встречу, и всегда в вашем распоряжении, берегите себя, не болейте, и всего вам самого доброго. Да, благодарю вас, что нашли время. Я напомню, гостем нашей студии был депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Николаевич Коткин. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких, и будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»